Психологи советуют обниматься от 7 до 14 раз в день, чтобы не испытывать, и есть такое понятие, тактильный голод. А вот ученые выявили, что обнимашки стимулируют работу центральной нервной системы, повышают иммунитет и уровень гемоглобина в крови. Проверим! Если уровень гемоглобина без лабораторных исследований не определить, то уровень эмоционального подъема вполне реально по личным ощущениям. Следуя рекомендации специалистов, мы решили заключить в объятия не менее десятка прохожих. И что любопытно, ни один нам не отказал. А судя по реакции, тактильный обмен энергией парнаульцам по нраву. Вы уж сегодня обнимались? Нет, не обнимались? О, давайте обнимемся. Можно, конечно. А взаимно? О, так, какие же я чувства-то испытываю. Ну, в общем, позитивно. Вам как? Ну, обнимайте меня крепче. Чего? Вы сегодня можно смело это делать без всяких интимных подвохов. С праздником вас. Известно, что у человека несколько каналов восприятия окружающего мира. Зрение, слух – это основные. Есть еще кинестетика. Но она с возрастом уходит на второй план. Больше всего в прикосновении объятиях нуждаются дети. По наблюдению врачей, ребенок, который недополучил внимания и ласки, может со временем стать замкнутым и психологически неустойчивым. Любая положительная эмоция, она воздействует на организм. Вообще даже говорят, что объятия лечат. Поэтому, когда у вас психологический комфорт, когда у вас умиротворенность, тогда, конечно, и организму лучше. Спокойствие наступает, гармония. Кто придумал день объятий и почему для этого праздника выбрали именно 21 января? Достоверной и точной информации нет. По некоторым данным, идея принадлежит американским студентам. Очень быстро праздник завоевал любовь во всем мире. И пусть он пока не официальный, но мы сегодня убедились – очень приятный. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok